Привет, друзья мои, всем с солнечного берега нашей замечательной старушки Англии. Снова-снова мои репортажи вам из привычного места острова Уайт. Сегодня у меня для вас будет сюрприз не как обычно в конце, а прямо даже сразу в начале. Вот хочу вам сегодня задать такой вопрос. А вы знаете самое длинное слово в мире? Сколько оно имеет букв? По-моему, знаете, хороший вопрос. Даже для передачи «Что, где, когда». Так вот, я очень рада, что я как раз это слово знаю, и что я даже специально сфотографировала его. Не просто так. У меня есть фотография. Сейчас вам её покажу. И вот посчитать можете, конечно, вот это одно слово. Но я, по-моему, считала несколько раз. И если я не сбилась и правильно посчитала, то в этом слове 58 букв. И это одно слово. Вот такие вот интересные вещи мы можем увидеть на улицах Уэльса. Это, опять же, Великобритания, но теперь уже не Англия, а Уэльс. Уэльс хоть и входит в состав Великобритании, но это абсолютно не Англия. И у них там другой язык. Не английский, а вот валийский даже, по-моему. И ещё какой-то один язык кельтский там есть. Вот это смесь языков. Валийского, английского, кельтского. И вот язык довольно интересный. Он, конечно, даже непонятен самим англичанам. Там мало что осталось от английского языка. Но вот вы знаете, что меня поразило, когда мы путешествовали там. Там, конечно, красоты необычайные. Уэльс и там горы в основном. Очень много старинных замков. Именно там вот эти все, знаете, сохранившиеся в огромных количествах замки. Когда-нибудь я вам тоже сделаю такое видео. Но, наверное, уже не в сам Уэльс я поеду. А просто вам покажу это из тех фотографий множества, которые у меня существуют. Ну, сделаю просто такой небольшой фотосюжет. Так вот, посмотрите. Вот эту вот фотографию я сделала у Уэльсе. Это выездка на одном из магазинов, который, по-моему, там у них продавал автомобили. Что-то вот типа такого. Либо запчасти к автомобилям, либо сами автомобили он продавал. И вот у него вот такое вот название. Длинное-предлинное. Практически не хватило, наверное, даже дома целого, чтобы его написать. И это не шутки. Я надеюсь, что вам эта моя информация понравилась. Я надеюсь, что вы точно так же удивились, как и я когда-то в своё время. И вот посмотрите ещё раз эту замечательную фотографию, которую я случайным образом просто сохранила. И она у меня осталась как доказательство вот этой вот великой и интересной истории слова из 58 букв. Хочу вам показать ещё одну жемчужину вот этого вот грандиозного места, в которое я вас привезла. Здесь мы с вами ещё не были вообще. И вот это вот опять пошплейс, как я говорю всегда. Это посмотрите на улицы. Вот такой вот территория перед домом. И вот такой вот дом. Самое интересное, что дом-то вроде какой-то как так и не очень-то такой и огромный. Дом довольно маленький. Ну, не знаю, по каким меркам судить, конечно. И машина вполне обычная стоит. Ну, вот, наверное, люди, любители вот так вот украшать свой этот садик перед домом. И вот этот домик, он как раз таки привлекает внимание к себе вот этими мраморными гипсовыми статуями, которые они тут в большом количестве поставили перед своим домом. И которые с удовольствием все рассматривают. Ну, понимаете, опять же, история такая, что никогда никто себе не позволит что-то здесь сломать, украсть, стащить. И люди могут вот так прекрасно украшать и приносить то, что они считают нужным, просто на открытое место перед домом. Вот эти у них такие, вот здесь даже какой-то как фонтанчик такой, да. И вот эти такие у них частенько полисадники, так называемые. Это маленькая территория перед домом. Те, кто смотрит часто мои видео, тоже, наверное, обращали внимание, да и я вам много раз на это указывала, что у них, у англичан есть две территории. Территория перед домом, вот называется по-нашему полисадник. Ну, это тоже small garden, так у них называется. Слово полисадник даже по-английски и нет. И есть основной гарден, который находится за домом. И он всегда за закрытым забором. Вы не увидите вот так вот именно конкретно гуляя, что там у них в основном саду растет и как это все там выглядит. Ну, если только вы к кому-то в гости придете. А вот как раз вот эти вот полисаднички перед домом, они всегда открыты и они всегда делаются именно на то, чтобы обращать внимание на эту всю красоту. Вот для прохожих, для соседей именно сделаны вот эти полисадники. Это тоже такая интересная история об английской жизни и об английских устоях и английской культуре. Почти каждый дом имеет вот такой вот и полисадник перед домом, и сзади свой большой основной сад. И то, что еще хочу вам рассказать, что в полисаднике перед домом обычно редко когда вы можете увидеть вот какие-то такие скамейки или что-то такое, чтобы там стояли столики, скамейки, это может быть только в тех домах приезжих и каких-то может быть не конкретно основных и чисто английских семей. Сами чисто основные английские семьи, они никогда не ставят скамейки в полисаднике перед домом. Потому что эта территория не для отдыха, а она вот именно для красоты, для украшения своего дома. Считается, что чем красивее, чем изысканнее вот эти все лужайки перед домом, тем интереснее живут сами англичане, сами хозяева этого дома. И тем они, как сказать, интеллигентнее, ну аккуратнее, наверное, может быть. Вот я иду и показываю вам, продолжаю показывать вот эти все вот садики. Еще есть такая история интересная, что очень любят англичане, конечно, возиться в своем саду. Сейчас у нас начнется такое время, что все почти англичане начнут свои садики, вот эти полисаднички оккультуривать. И можно часто встретить с граблями, с лейками, с садовым инвентарем каким-то. Многие англичане занимаются в своем саду, в своем этом полисадничке. Так вот, считается у них, кстати, хорошим тоном, если вы проходите мимо, и вы можете спокойно с незнакомым англичанином заговорить. И именно если вы его видите вот в этом полисаднике, он что-то занимается, что-то делает, и вы с ним можете завести неспешный разговор, все у него спросить, и он вам с удовольствием ответит, с удовольствием с вами пообщается. Вот это тоже такая интересная вещь. Даже бывает, что те, кто очень хорошо знают вот такую вот английскую историю, что англичане любят, когда их затрагивают вот именно при их вот этой вот работе в полисаднике. И они, чтобы не просто так стоять, а как раз отдыхая, с вами прекрасно пообщаются и вам все расскажут. И говорят, что многие этим пользуются. Если хотят что-то такое выведать или узнать у англичан, то именно находят время, когда англичане работают в своем полисаднике, чтобы у них все это узнать и поговорить. Считается вполне нормально. И потом еще, наверное, почему англичане любят поговорить, когда они работают? Потому что просто так отдыхать, стоять руки в боки, они, наверное, себе позволить не могут. Они должны либо уже уйти куда-то в дом, пить чай и отдыхать, либо продолжать работать. Вот у них просто так стоять, ковыряться в носу, руки в боки, как-то не принято тоже. То есть, понимаете, вот они такие интересные, эти англичане. У них все вот в каких-то таких мелочах, в нюансах состоит вот эта их английская жизнь, которую вы вряд ли сможете сразу, с самого начала вообще понять, как тут все это происходит. И у меня, кстати, было частенько такие интересные истории, что когда я рассказываю вот такие вот вещи, которые мне передал мой муж, чисто английский джентльмен, который он говорил, что вот самое главное для англичан репутация, и что репутация вот она состоит из таких вот маленьких нюансов. И то, что он мне говорил, что обязательно нужно убирать все вот эти вот украшения, которые вы развесили на Рождество, они должны быть убраны до 7 января. И вот это он мне говорил, что тоже влияет на репутацию. Вот это именно из той области английской жизни, которую вы, если вы приезжий, никогда не узнаете, и на вас будут смотреть, знаете, пренебрежительно. Вы можете нарушать все эти вещи, все эти каноны английские, потому что вы их не знаете. И на вас будут пренебрежительно смотреть, как сказать, ну, что вы чужак, и их жизнь вообще никогда-никогда не поймете и не освоите. Вот такие нюансы я знаю и с вами делюсь. Не всегда и не везде вы можете об этом узнать. Ну, вот это такие вот чисто английские традиции и английская репутейшн, как я еще раз вам говорю. Вот сейчас я вам такое коротенькое видео свое приходящее, ознакомительное сделала. Я хочу вам также остановиться более подробно и более серьезно вот на как раз вот этой классовости, на классовом расслоении английского общества, на шесть классов, как это все у них тут выглядит. Я рассказала вам совсем немного об этом. Ну, я думаю, что вы поняли эту историю, что, в общем, как раз-таки для нас, наверное, и интересно, если кто-то интересуется, более глубоко хочет узнать английскую жизнь более подробно, вот я вам как раз все эти нюансы и открываю с другой стороны. Не все я знаю, конечно, но уже многое за 10 лет я здесь узнала и делюсь с вами. Так что, друзья, на сегодня вот такой мой обзорчик вам по очень красивому опять месту чисто английские домики и их палисадники. И вот посмотрите, там уже даже у нас расцвели дофадил нарциссы расцветают. Начинается чудесное время. Ну вот, нам еще февраль пережить, а дальше уже все зацветет, заблагоухает, и будем с вами снова гулять и наслаждаться всей этой красотой английской неспешной жизни. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь на сегодня. Я желаю вам, как всегда, удачи, успеха, здоровья и оптимизма. Берегите себя, всего вам доброго. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Удачи всем, пока-пока.